Добрый день, уважаемые слушатели! Я рад вас приветствовать на семинаре «Использование сложной функции Microsoft Excel 2013 для визуализации результата финансового анализа предприятия». На сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим такие темы, как провести финансовый анализ с помощью сложных функций. Особенно я не буду касаться экономической составляющей, я буду больше касаться с точки зрения применения функции Excel. Как, какие функции Excel лучше применять для того, чтобы сделать хорошую визуализацию, сделать проверку данных, посмотреть различные параметры и иногда это получается очень красивые такие именно решения. Второе, мы посмотрим действительно, как визуализировать полученные результаты, чтобы мы могли видеть и изобразить, как сделать, чтобы у вас переключались таблички, потому что какие вопросы тоже именно возникают. И как разработать систему автоматизации, позволяющей наглядно сравнивать результаты финансового анализа различных компаний. Не факт, что вы напрямую будете использовать те файлы, которые я использую на моих курсах. Показывать я буду реальный файл, который я создаю со слушателями на курсе основоуправленческого учета и бюджетирования. Реальный файл, который я создаю на курсе организации бюджетного контроля в Microsoft Excel. Ну и реальный файл с курса финансовый анализ. Но какие-то элементы, которые я использовал при создании данного файла, я думаю, что однозначно вы сможете использовать в вашей практике. Также, что мы поговорим? Мы поговорим с вами возможности и методы работы с Microsoft Excel, с помощью которых можно провести визуализацию, представить результаты финансового анализа предприятия. Познакомимся со следующими функциями. ДВСУ, адрес, строка, столбец, потому что вот с этими функциями действительно можно творить чудеса. Некоторые, когда смотрят такие файлы, говорят, вы знаете, вы, наверное, Visual Basic используете. Я говорю, вы знаете, ну Visual Basic я использую в других местах, но здесь никакого Visual Basic нет. Но зато все работает и все очень щелкается, все получается очень красиво. Ну и также вы элементарно, мы покажем красивые такие вещи с элементами форм, которые можно встроить очень просто в вашу любой файлик. И это придаст его такую оживость и производит незаводимое впечатление на тех людей, кому вы показываете именно, так, это я рано, вот так, показываете ваши цифры. Итак, давайте теперь мы начнем. И первый файл, который я вам хотел показать, это файл, который я составляю именно на курсе основы управленческого учета и бюджетирования. И чуть-чуть пройдусь по файлу и потом действительно расскажу, какие элементы Excel можно сделать и как, зная элементы Excel, можно улучшить финансовый результат компании. Когда я работал, я тоже этим занимаюсь. На курсе управленческого учета и бюджетирования. Я со слушателями составляю реальный бюджет. Конечно, я за основу взял те многие бюджетные формы, которые я разрабатывал, когда работал финансовым директором. И в конце занятий слушатели получают не просто бюджет, а получают действительно готовую финансовую модель предприятия, которую они могут для своих предприятий полностью адаптировать. В процессе работы, если мы посмотрим, мы составляем бюджет закупок. У нас есть бюджет закупок, который планируется. Далее у нас есть бюджет продаж по направлению. Это подчеркну все со слушателями. Я составляю. Далее идет бюджет продаж по товарам. Есть у нас сколько мы будем продавать. Учитываем сезонность. Все рассматриваем значения. Учитываем, рассматриваем цену реализации, которая у нас есть. Читаем продажу по товарам в рублях. Далее считается бюджет производства. Там же используются достаточно такие серьезные формулы. В Excel, то есть автоматически мы, я со слушателями делаю планирование производства. Сколько мы произведем, сколько у нас необходимо упаковки, сколько необходимо материалов. Рассматриваем бюджет складских запасов, рассматриваем затраты производства, сколько электроэнергии идет, газа. Считаем себестоимость сырья, себестоимость с упаковкой, себестоимость выпущенной продукции. Распределение делаем, накладных расходов, полную себестоимость. Ну и считаем себестоимость именно рублей за килограмм. Считаем коммерческие расходы, управленческие расходы. Сделаю их кратко, потому что в каждой компании они составляются как бы свои. Это не суть. Каждый может дополнить этот список. Считаем налоги, бюджет инвестиций у нас есть. Далее у нас есть кредиты. Считаем проценты по кредитам. В конце у нас составляю, я со слушателем, мы уже вместе составляем бюджет движения денежных средств. Видим, что денег у нас хватило. Потом идет бюджет маржи. Достаточно такой сложный бюджет. Если показать по размеру, он у нас достаточно большой бюджетик. Но определяем, что выгодно продавать, что невыгодно продавать. После этого получается бюджет прибыли и убытков. Считаем прогнозный баланс. И дополнительно еще делая движение денежных средств, которое рассчитывается косинным методом. То есть полный весь спектр бухгалтерской отчетности для тактического бюджета составляем. Причем подчеркну, данный файл слушателей на курсе основы управления исключения бюджетирования составляет именно с нуля. Естественно, под моим руководством. Дальше, что выходит даже за рамки курса. Хочу показать, что это не просто бюджет, что это все завязано друг с другом. И если посмотреть прибыли и убытки, то прибыли у нас получается в тысячах 100 миллионов рублей. То есть вот циферка, которая у нас есть. Ну, естественно, циферку я так подогнал. Но скажу для чего, чтобы проще было даже вам сейчас сравнивать плюс-минус, какие изменения у нас будут происходить, если циферка данная будет меняться. Ну, понятно, что если у меня накладные расходы возрастут, цифра тоже возрастет. Но бюджет хочу показать, что финансовая модель не только позволяет сделать. Вот, к примеру, если я в закупках просто скажу, что я этого сырья буду покупать, например, меньше. Ну, к примеру, сделаю 500. Вот так вот. Больше ничего не меняю. Возвращаюсь на отчет о прибылях и убытках, и я вижу, что у меня на 5 миллионов рублей прибыль у меня стала действительно больше. То есть, ну, тут я как бы почему хочу показать, что тут действительно это финансовая модель. Стали покупать меньше, изменился затраты производства, изменились, в общем, производственный план, стали выпускать более выгодные продукции. И вот в результате такие у нас изменения именно произошли. Ну, верну обратно, посмотрю, чтобы у нас действительно сейчас вот 100 тысяч, как они были, так они остались. Ну, теперь смотрите, что с этим файликом можно сделать. К примеру, я руководитель, сидит генеральный директор, и сидит финансовый директор. Ну, и тоже возникают такие вопросы, а не поднять ли нам цену, не изменить ли цену на продаваемые продукции. Ну, для известно, что увеличение цены производит к уменьшению объемов продаж. Этот вопрос я тоже обсуждаю на слушателей на курсе управленческого учета и бюджетирования. И разбираем понятие эластичность. Вот здесь приведен у меня такой кусочек обычный на курсе, это не использую, но здесь покажу, как с его помощью можно увеличить ту цену, ту прибыль, которая у нас есть. Что означает эластичность двойки? Что сейчас эти формулы не завязаны, что если я здесь повышаю цену на 101%, у меня продажи падают на 2%. Если я буду 99%, ну, у меня будет 102%. Если коэффициент эластичности будет равен 5, ну, будет в 5 раз больше изменений. Вот здесь действительно можно именно это посмотреть. Если равен единице, то 1%. Ну, а если 0,1, то, соответственно, действительно будет именно меньше. Но мы сейчас предполагаем, что коэффициент эластичности равен 2. И задача, которую я ставлю, это, а может быть, поднять цены, например, на продукцию. Но я понимаю, что если я подниму цены, у меня упадет объем продаж. А может, наоборот, стоит снизить цен на продаваемые продукции, чтобы увеличить объем продаж. Мы это можем, зная Excel, достаточно легко промоделировать. У меня сейчас имеются ячейки. Вот здесь стартовый объем у меня продажи есть. И у меня имеется стартовый объем именно цены реализации. Вот у меня есть цена реализации. Ну, и давайте я возьму 3 продукта, посмотрю, что будет. А потом с помощью возможности Excel мы можем подобрать различные значения, чтобы у нас происходило. Итак, я использую формулу, что пусть у меня цена будет не 110 равняется, А, равняется 110 умноженное на, так, цена реализации на тот процент, который у меня есть. Здесь вот равняется 130 умноженное на процент, который у меня именно возникает. Ну, и здесь у меня равняется 75 умноженное на вот этот процент, который есть. Точно так же я подберу значение, поставлю к объему реализации, что это равняется 100 умноженное на у меня продажи в тоннах, равняется 140 умноженное на вот это значение, ну и, соответственно, равняется 180 умноженное на вот это вот значение. Ну, проверю теперь, как у меня работать. Что если я сделаю, например, 150, я вижу, что вот изменяю в одну сторону и в другую, цифры у меня действительно начинают меняться. Здесь, делая 150, я вижу, что-то у меня возрастает. Ну, естественно, там при повышении цены продажи у меня падает. Сейчас цена, да, цена возрастает, а продажи у меня падает. Было 140, здесь у меня получается 162. Ну, и если я творог, делая, к примеру, 150, то тоже я вижу, что у меня возрастает значение и изменяется объем продаж. Конечно, ну, подчеркиваю, что здесь достаточно сложный элемент. Нельзя просто так сказать, что у нас есть ограничение на объем сырья, поэтому увеличение объема продаж, оно ограничено тем сырьем, которое у вас есть. Поэтому еще завязывается и пересчет производственного цикла. Ну, и если даже вот так поставить, ну, 150, я, например, зайду именно в отчет о прибылих и убытках, я вижу, да, 150 сделал. Ну, извините, стольничка у меня нет. И вот цифра у меня действительно получилась неправильно, поэтому это было именно неправильное значение. Ну, можно как, вывести сюда значение, первый вариант, и поставил 100 тысяч. Ну, и вот можно уже смотреть. Ставлю, например, 150, вот много. Оставлю, например, там 60, ну, вроде бы тоже, но где-то можно же искать. И поэтому вот, как бы, посмотреть. Вот, вроде бы, замечательно. Обычно финансовые директоры мне приходилось выдавать рекомендации по тому, какие цены стоит повышать, ну, а какие там понижать. Причем, может быть следующее, что какие-то цены нужно повысить с одновременным понижением именно других. Ну, и вот для таких целей нам может пригодиться именно таблица данных. Как-то проще сделать. Правой кнопочкой сейчас вставляю сюда, добавляю листик. Я сюда добавляю листик рядышком. Изменю формат. Формат ячеек. Делаю цены у нас. Значит, перехожу на сейчас числовой. Разделитель знаков. Сделаю, чтобы у нас вот был именно такой формат. И могу сделать следующее предположение. Пусть у меня по одному товару я подбираю... Пусть по одному товару у меня будет... Ну, давайте 50, 60. Вот так можно сделать. Ну, давайте поменьше. 190 у меня будет. Эти я удалю. Здесь Ctrl-C. Хороший такой эффект. Я хочу эту перевернуть вот так, чтобы она у меня вытянулась. Это можно сделать прям мышкой. Правой кнопочкой. Вставить, трансфонировать. И у меня значение сразу действительно здесь развернулось. Теперь я выдаю сюда мои значения. Вот 100 тысяч, которые я зарабатываю. И что мне еще нужно сделать? Мне нужно сделать следующее. Что изменение, процент изменения я вынесу на этот листик. То есть, исходные значения, которые еще... Так, я ставлю. Значит, вставить строчку. Главное. Вставить строки на лист. Повторение клавиш F4. Вот одну строчку вставил. F4 жду. Видите, повторение последних действий. Это удобно, советую слушателями. Я удаляю вот эти значения. Мне они не нужны. Ну, красивую табличку. Сюда я вставлю. Вот у меня есть три моих продукта, которые есть. И у меня есть исходные значения, которые я буду получить. Ну, и здесь можно же тоже вывести значение прибыли, которое у меня есть. Только ссылочку поставить. Ну, я сделаю сейчас подготовительный такой именно этап. Поэтому у меня будет прибыль. Теперь я говорю. А пусть у меня... А, надо же сослаться, что это значение равняется на вот это значение. Протягивая до конца. Вот так. И у меня набежу подбор. Подбор. Смотрю, как у меня получается. Ставлю здесь 80. Прибыль больше. Ставлю здесь, например, 120. Прибыль меньше. Ставлю здесь 80. Ну, прибыль меньше. Видно, что не меняется. Хочу в три ячеечки сразу внести данные. Не Enter, а Control, Enter. Сразу везде значения у меня были внесены. Ну, и для того, чтобы теперь осуществить подбор полностью по этим значениям, я воспользуюсь таблицей данных. Для этого я выделяю мою таблицу. И говорю, что данные... Анализ, что есть для таблицы данных. Ну, и говорю, что мне, пожалуйста, запомните, какая прибыль будет. Есть, например, значение по столбцам. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Подставлять. Ну, давайте верхнее значение. А значение по строкам, ну, подставлять именно сюда. Нажимаю ОК. Ну, и я вижу, что можно у меня тоже где-то минимальное значение. Ну, тут даже лучше сделать как? Что? Сделать условное форматирование. Показать там цветовые шкафы. Вот так у меня. Даже, либо вот так. Я вижу, что да, действительно, вот где-то в этой области, ну, имеется в общем плюс. Вижу, что не оптимально вот это минус. Поэтому я могу написать, что здесь у меня будет равняется одно значение. Плюс, второе, минус. Поставлю формулу прогрессии. Здесь у меня будет вот так. А здесь тоже формула прогрессии будет равняться одно плюс второе минус вот это. Ну, и можно уже в дальнейшем сделать тот же подбор. Ну, я вижу, что тут нужно где-то даже со 100 начинать. Делаю 100. Ну, вот максимум находится в этой области. Ну, соответственно, можно 130, 135. Вот у меня получилось. Здесь мы смотрим, что действительно цену нужно именно повышать. А здесь можно сделать где-то от 70 до 72. Ну, нормально, 72 у нас получается. 160. Например, там 162. Могу найти, даже больше можно сделать. 170, 180, наверное. 170, 172. Да, действительно, вижу вот значение, которое есть. Ну, и посмотрю. 78 поставил сюда. Здесь я поставил 190. 192. 192. Уже получается именно вот такие вещи. Хочу подобрать еще, например, по этому параметру. Тоже могу сделать отдельную такую табличку. Второй способ показать. Делаю, например, ну, давайте там 50, 60. И значение подтяну именно вот отсюда. Составляя вот эту табличку, делаю данные, проверка, данные, анализ, что есть ли, таблица данных. Ну, и подставлять значение по строкам. Строки у меня. Давайте вот именно сюда. Нет, оптимизировал это значение. Ну, и когда я здесь посмотрю, что у меня получается, можно использовать. Вот здесь условное форматирование. Вот такое. И я вижу, что, да, наверное, где-то нужно начинать. 125. Даже 170. 75. Сделаю. Сделаю минус 130. Чтобы красиво условное форматирование было. 72. Ну, вот я вижу, что здесь достаточно где-то поставить, ну, порядка 80. Ну, и если я ставлю сюда 80, то у меня прибыль получается гораздо больше. Сделал значение, которое есть, 78, 80, 192. И вот если финансовый директор сделал такие расчеты, я могу поставить значение. Баланс у меня, финансовая модель вся пересчиталась. Я вижу, что, ну, минусы там надо будет дорабатывать, конечно, ручками. Ну, если я смотрю, у меня получается, есть у меня баланс, у меня есть отчет о прибылях и убытках. То есть, вот те действия, которые мы делали, они позволили увеличить прибыль на 42%. То есть, вот, как бы, вот такое моделирование я, в общем-то, уже именно использовал. Есть движение денежных средств. Смотрю, денег хватает. Есть баланс движения денежных средств, рассчитанных постельным методом. Поэтому вот эти вот вещи действительно часто я использовал для анализа финансовой модели, которую строим. Ну, и подчеркну, что эту вот финансовую модель мы составляем на курсе управленческого учета и бюджетирования. Это один аспект, про который я хотел сказать. Второй аспект. Файлик этот сейчас закроем. Я, когда, к примеру, мы делаем, с чем я тоже сталкивался, бюджетный контроль и связывая, как контролировать заявки. И тема бюджетного контроля, когда она возникла, что нужно контролировать заявки. Нужно. Я не видел сейчас продуктов, которые позволяют не просто контролировать заявки, а делать именно учет по проектам. И когда я работал в отеле, одновременно мне приходилось контролировать и учитывать расход по проектам. Это порядка тысячи проектов, которые велось. И мне пришлось разрабатывать систему в Excel, чтобы она позволила все автоматически учитывать и показывать, есть ли у меня, например, на проекте какие-то остатки, либо нет. Если у меня есть проект, я могу зарегистрировать проект, соответственно, 2191, мой проект, ну, к примеру, данный проект, ну, пусть у меня там 3 миллиона. И вот здесь я вбиваю, какие затраты у меня именно будут. К примеру, у меня земляные работы будут 500, строительство фундамента 50 сделаем, отделочные работы 800. Сколько у меня получается? И, ну, еще надо что-нибудь добавить. И, например, там электрика 200, сантехника 200, аренда строительной техники 300, 50. Ну, будем считать, ну, и подрядные работы давайте 500, чтобы так. 2 600 у нас получилось. Теперь задача какая стоит, это контролировать расходы по этим проектам. Поэтому, ну, пусть стало, когда задачка есть, файл позволяет автоматически, ну, кстати, можно ввести руководитель. Я, старшой руководитель, тоже я. Ну, к примеру, вот так написать. Если приходит, это реальный файл, ну, переделанный мной. Я прихожу, например, и хочу сделать. И, к примеру, 27-го, 2-го, я хочу сделать заявочку на 10 тысяч евро. И вот мы сейчас поговорим, что особенности, какие-то, нет, 10 тысяч это много. Давайте поменьше сделаем. Сделаем 2 тысячи. 2 тысячи евро. Вид платежей, который у нас будет, ну, к примеру, там, со Сбербанка мы запланируем. Код проекта. Смотрю, код проекта у меня 2191. Автоматически тоже финансовая модель это все. То есть у меня все файлы, это как модельки идут. Видите, можно выбрать из списка. Вот такие значения я выбираю. Мой проект прописалось. У нас название статьи, и я вот здесь хочу по данному проекту заплатить. Ну, к примеру, давайте так, чтобы у меня не произошло. Вот, например, я захотел за строительство фундамента. 4613. Поэтому, если я вбиваю 47, вот такое, и выдает данный код статьи не существует. То есть проверка данных здесь нужна. Обязательно мы про это тоже скажем. Я поговорю. Если я ввожу 4613, мне сразу пишет, что есть превышение. У нас по данному проекту всего лишь 50. Вот здесь видно. А мы заплатили 80. Вот если я сделаю код проекта вот этот, все у меня действительно пройдет. Сделаю другую статью, тоже у меня здесь все пройдет. Ну, продемонстрирую. Ну, кстати, показал, что это я, у кого надо, в общем, подписывать все. Поэтому, если я сделаю код проекта 2190, пожалуйста. Если я сделаю 2191, а 46 там 12, 4612 тоже у меня именно, пожалуйста. Ну, а зачастую получается как, что если руководитель не знает как, он может, почему, говорит, присвоить номер. Номер заявки присвоен 1602-001. И когда я перехожу в 1602, вот здесь, кстати, есть такие элементики, про которые я тоже расскажу вам. Я вижу, что минус 30, и у меня сразу показывается. Вот мой бюджет проекта, который мы с вами ввели. Вот моя заявка. Вот мой минус. То есть, с этим совершенно спокойно работать. То есть, я даю уже на курсе законченные решения, которые однозначно можно сразу внедрять после окончания курса. И у меня были слушатели, которые приходили, они говорили, что да, вот, вы знаете, у нас прям показывали мой файл, которым они действительно работают. Ну, и что стоит действительно здесь рассказать, что вот как сделать вот такую проверку, которая возникает. Потому что с этим тоже могут возникнуть сложности. Введете какой-то проект, который не существует. Ну, и как считать. Вот здесь действительно пойдет сбой программы. Для этого вставлю именно листик. В Excel есть очень хорошая вещь. Это проверка данных. То есть, я на лист могу вставить, к примеру, Давайте вот так вставлю, например. Я выбираю вот эти вот значения. Хочу выбрать только из этих статей. Точнее, да. И у меня есть вот такие значения. Сейчас вставляю именно цифры. И если я хочу, чтобы у меня выбиралось с этого, с этих ячеек, То для этого идет данные. Проверка данных. И вот здесь я указываю хорошее значение, Что по умолчанию везде стоит любое значение. Я говорю, не любое значение, а список. И указываю мой значение. Сообщение для ввода. Введите название статьи затрат. Сейчас данные, проверка, не дописал до конца. Сообщение об ошибке. Обычно предполагается останов, Либо предупреждение сообщения. Я говорю, останов это статьи затрат. И здесь код неверный. Что у меня теперь получается? Что когда я попытаешься теперь что-то вписать, Мне сразу возникает код неверный. Можно, конечно, взять, переписать и все это скопировать. Я сложно взял. Вот такое он позволит вам именно сделать. Но если вы даже что-то не знаете, То в этом случае у вас есть открывающийся список. И с этого открывающегося списочка Все действительно именно находится. Вот это значение я использую вот здесь. Вот они есть. Вот эти вещи. Она используется вот здесь. Вот эти значения, проверка данных используется. Еще одна особенность какая есть. Это отличие 7 и 10 Excel. Если я, например, вставлю листик И захочу сделать, ну, такую же проверку данных, То если у меня будет данные, проверка данных, Я могу указать здесь список. И вот обратите внимание, Когда я хочу и стою здесь, Я могу в 10 Excel перейти на другой лист. Вот именно так. То есть, если вы делали в 7 Excel переход на другой лист, Видите, он переходит у меня. Он не позволяет это делать. Поэтому, с одной стороны, люди заходят в 10 Excel, Нажали, Окей, Все у вас будет работать. Все у вас будет замечательно. Но остальные значения он именно не дает. При попытке сохранения этого файла в 10 версии, В 7 версии он открывается. Но вот проверка данных, она не будет работать. И ко мне даже часто обращаются, Слушатели говорят, А мы вот не знаем, Вот как нужно сделать, Чтобы у меня действительно, Вот файл на одних компьютерах работает, На других компьютерах не работает. Я у них сразу спрашиваю, У вас, наверное, проверка данных? Если они говорят, да, есть. Поэтому вот эта версия не будет работать в 7 Excel. То есть там это запрещено. Как можно это решить, проблему для данного случая? Нужно использовать имена. Имена я прохожу со слушателем на 3 Excel. Нужно выбрать значения. Кстати, тут имен очень много. Форму диспетчер имен. Обратите внимание, сколько имен. Очень много. Таблица достаточно сложная. Получается. И, ну, я присвою имя, Мои коды. Таким простеньким способом. И если вот использовать имена, То это будет работать и в Excel, И в 10 Excel, И будет работать и в 7 Excel. Данные. Проверка данных. Данные. Проверка данных. Не любое значение в список. А источник нажимаю F3. Выбираю мои коды. ОК. Нажимаю ОК. И у меня получается. Это работает. Это работает. Но отличие такое, что при переходе в 10, в 7 Excel, вот нижнее значение, оно однозначно будет продолжать работать. Верхнее значение не будет именно работать. Ну, что обычно дальше делается. Это тоже я делаю на данном файлике. Этот листик я скрываю. Скрыть. Поэтому, когда вы открываете, список есть. Но источник, когда вы посмотрите, вы как бы этот источник, в общем, особо и не видите. Ну, и можно защитить еще, естественно, книгу. Поэтому, когда вот вы выбираете, здесь и курсы есть, видно. Курсы тоже подставляются. Список, способ оплаты тоже подставляется. Имеется показать скрытые листы здесь. Все, достаточно такой сложный файл. Но в конце этот файл предназначен, действительно, для конечных пользователей, которые работают, которые никуда не должны лезть. И которым, в общем, больше ничего такого именно не нужно. Здесь, кстати, хочу показать сразу еще один элемент. Вот такой вот счетчик, который действительно красивые такие штучки у нас происходят. Можно есть такой еще ползунок. Ползунок вы можете переходить. И вот эти ползунки, на самом деле, многие не знают, они очень просто именно их реализовать. А как они вообще сделаны? Что, во-первых, это число. Это второе число, только формат. Здесь форматик является вот такой минус. Добавленные все. Я покажу прямо на этом элементе. Для того, чтобы составить, это называется, элементы управления формой, нужно зайти на вкладку «Разработчик». По умолчанию вкладка «Разработчик» она скрыта. Я покажу, как обычно бывает. В вкладке «Разработчик» ее нет. То есть вы смотрите, как бы она отсутствует. Для этого нужно зайти в файл, нужно зайти в параметры и зайти в седьмой версии. Кажется, в основных, вот здесь где-то есть такая пунктик «Показывать вкладку «Разработчик» на ленте». Но здесь, естественно, другое. В вкладочку, галочку ставите, вкладка «Разработчик» здесь повышается. В десятой версии Excel ленту можно настраивать. И если у вас вы работаете в десятой, тринадцатой, шестнадцатой версии Excel, то в этом случае нужно зайти на «Настроить ленту» и поставить галочку. Обычно не стоит именно где на вкладку «Разработчик». Нажимаю «Ок» и вот у меня сейчас вкладка «Разработчик» уже появилась. На вкладке «Разработчик» есть такой элемент управления. И вот здесь, если вы откроете элементы управления, есть элементы управления форм и элементы «АктивX». Элементы управления формы, даже так я вот так скажу, они нам нужны, и их гораздо проще программировать. А элементы «АктивX», у них больше возможностей, но для неподготовленного слушателя их использовать достаточно сложно. Они требуют программирования именно на Visual Basic. Как их вставлять? К примеру, тут просто кнопка «Элементарно». Вот я вставляю счетчик. У меня может быть... Вставлю, сразу покажу отличия «АктивX», что они, в принципе, ничем особо не отличаются. Но если я сделаю двойной щелчок, я сразу попадаю в Visual Basic, и мне предлагается написать специальную процедуру для обработки этого прерывания. Ну и еще как можно показать, как они настраиваются, как настроить такой счетчик. Сейчас они щелкают. Значит, элементы «АктивX» не работают, когда режим конструктора выключен. И это щелкает, и другое. Настраиваться очень просто. Я беру ячейку желтенькую правой кнопочкой, формат объекта, текущее значение, минимальное, максимальное, шаг изменений, шаг с ячейкой. Связь с ячейкой показываю на вот эту ячейку. Поставил сюда, указал ячейку. Ну давайте, 3000 это много, давайте до 200 будет. Вот так вот. Сделал ОК. Ну и смотрю, как получается. Начинаю щелкать, щелкает, все замечательно, дальше не идет. 195 щелкает здесь, доходит, дальше не идет. То есть все вот эти элементы, они именно нормально в общем работают. Если вы посмотрите на элементе «АктивX» и попробуете действительно правой кнопочкой формат объекта, вот, связь с ячейкой отсутствует. Поэтому здесь это, если вы обнаружите, проверьте, что вполне возможно, это не тот элемент, который вы установили. Поэтому можно использовать вот такие значения. Очень хорошо. Второе, что можно сделать, вот, это линия именно полоса прокрутки, ее можно делать или вертикально, горизонтально, или ее можно делать полосу прокрутки вертикально. Она, кстати, вот когда вы так тянете, смотрите, а потом она начинается так, видите, либо горизонтально, либо вертикально, либо горизонтально, либо вертикально. Можно сделать вертикально. Правой кнопочкой формат объекта, элемент управления, связь с ячейкой, с вот этой. Правой кнопочкой формат объекта, связь с ячейкой, с этой. И когда вы будете смотреть, у вас с одной стороны можно изменять вот эти вот значения. Ну и с другой стороны, вот щелкая здесь, я вижу, что они у меня тоже начинаются именно вот передвигаться. Еще тоже можно посмотреть, что действительно, если здесь глянуть, есть и выпадающий список. Значит, сейчас я вам покажу. Значит, можно сделать, вставить список. Если вам нужно, вот такой список правой кнопочкой формат объекта, формировать список по диапазону. Давайте по вот этому диапазону сделаем такое все. В связи с ячейкой, ну, например, скажу с вот этой. Открывая значения, значит, тут у меня можно выбирать значения. И в зависимости от этого у вас вот это вот будет изменяться вещи, которые есть. Ну и еще, насколько я знаю, это вот такой выпадающий списочек у нас есть. Сейчас мы глянем. Правой кнопочкой формат объекта, список по диапазону, например, вот. Сейчас вот по вот этим вот сделаем. Связь с ячейкой, например, с вот этой. Количество строк 8. Поэтому открывается, выбрали. Открывается, выбрали. Такие элементы, они очень оживляют именно ваш Excel. То есть, здесь как реализовано? Когда у вас два из элемента. Один вы изменяете вот это вот значение. Второй изменяете второе. Второе значение. Здесь считается сумма. То есть, если сделать вот форматик. Сейчас. Здесь считается сумма. Защита стоит. Значит, рецензирование. Снять защиту листа. И здесь поставлю формат общий. Чтобы было видно вам. Значит, я изменяю. Сейчас я еще сделаю. Вот она. Вот так. Вот поэтому. Ну, перенесу это вот сюда ниже. Вытяну. Вот так. Поэтому этот элемент изменяет этот. Это значение изменяет вот здесь. А далее уже идет способ VPR. Который по вот этой величине. Ну, к примеру, там с заявок находит строчку. И возвращает те значения, которые нужны. Поэтому работает достаточно, в общем, хорошо. Когда вы начинаете вот так щелкать. То есть, у вас. Вот я сделал там, например, 12.11. И если я начинаю там изменять. Сейчас 12. Да, 12.11. В общем, так вот. То 11. То в зависимости от этого. Как бы это и это влияет вот сюда. Это влияет вот на это значение. Это влияет на это значение. Ну, а вот это значение влияет именно на все уже VPR, которые идут. Поэтому щелкая здесь, изменяя часу, изменяя часу. Далее вот здесь VPR уже работает. Поэтому получается достаточно хорошо. И вот протягивая, это очень производит действительно хорошее впечатление. Файлик тоже это сохранил. Повторю, что вот этот курс, это организация бюджетного контроля в Microsoft Excel. И, соответственно, вот здесь на этом курсе я тоже со слушателями составляю вот такую табличку, которая включает платежный календарик. Включает отчет, я вам показал как. Включает оплаты, которые, значит, у нас есть. Включает у нас заявки, которые, значит, происходят у нас. Также у нас получается, кроме вот заявок у нас есть, проекты. Это большой такой файл. Тоже используются имена здесь. Сейчас я покажу. Вот у нас такой вот файл используется. Есть у нас бюджет, нормальный бюджет, который позволяет данный файл регистрировать заявки. Позволяет также их контролировать выполнение, контролировать, составлять, автоматически составлять платежный календарик. Вот то, что мы сделали. Ну и вот элементы управления я использую. Это вот подчеркну, это вот файлик курс организации бюджетного контроля в Microsoft Excel. И здесь мы действительно даже в программе курса четко в создании файла в бюджетном контроле в Excel. Вот файл я вам показал. Поэтому какие-то элементы, которые я использую для создания файла, я показал, продемонстрировал. На данном вебинаре. Файлик закрываю и покажу еще такой элемент, который тоже использую в финансовом анализе. К примеру, у нас есть финансовый анализ. И с чем я столкнулся? Что в процессе финансового анализа нужно, во-первых, сравнивать отчетность. У нас есть отчетность от Мегафона. У нас есть отчетность Магнита. Отчетность КамАЗа. Отчетность от нефти. Это бухгалтерский баланс. Что у нас дальше идет? Отчет о финансовых результатах. У нас есть отчет о движении денежных средств. Ну и на данном, значит, на заднятии слушателей. Каждый слушатель готовит по своей компании. Анализирует. Потом это все приносим. И мы это в автоматическом режиме, в данном файле, можем все это проанализировать. Ну, во-первых, как это все работает. У меня есть основные данные. И вот у меня есть компания. Мегафон, Магнит, КамАЗ и Татнефть. Я могу, щелкая вот такими штучками, сразу могу посмотреть, какие у нас активы. Какие активы в Татнефть, какие активы в КамАЗе, какие активы в Магните. Далее у нас, причем они группированы, внеоборотные активы. А3, А2. Далее у нас есть обязательства. Далее у меня есть группировка. Тоже могу сравнить. Графики, естественно, показывается сразу. Дебиторская задолженность. И все сразу делается. Формируются графики, как по годам. В процентах вертикальный анализ делается в базе отчетности. Процент изменения в базе. Горизонтальный анализ. Изменения за период. Но самое главное, что файл получается живой и достаточно именно удобный. Кроме основных данных, мы смотрим. Это тоже рабочий файл, который я со слушателями составляю на курсе «Анализ финансового состояния предприятия». Я могу посмотреть, как у меня есть собственный оборотный капитал в Татнефти. Я могу посмотреть в Мегафоне. Я могу посмотреть в Магните. Могу посмотреть собственный оборотный капитал с точки зрения анализа формирования. Вот у меня есть. И я сразу, например, вижу. И могу посмотреть с точки зрения именно анализа обязательств. Причем это, подчеркну, таблица у нас получается живая. То есть можно на курсе. Мы прямо сидим. Вот слушатель принес. И мы это все сразу анализируем. Посмотрели одну компанию, посмотрели другую, обсудили разницу. Идут спарквайны. Здесь достаточно такие красивенькие все. Также, кроме собственно оборотного капитала, я смотрю, вот по мегафону можно, значит, темпы роста. Смотрим ликвидность тоже. Если не переключать, везде считается. Вот, например, я хочу по КАМАЗу посмотреть. По КАМАЗу ликвидность. Посмотрел рентабельность. Посмотрел финансовую устойчивость. Посмотрел платежеспособность, финансовую устойчивость. То есть нормальные источники формирования затрат. Сравнили. Ага, вот здесь тот минус у нас у КАМАЗ. Вот проблема есть. А вот здесь, например, хорошее состояние. В общем, есть. Есть финансовый леверидж. Факторный анализ. Оборачиваемость мы считаем. Операционный цикл. Тоже на графиках. Сразу визуально это все видно. Это очень красиво. И нравится и слушателям. И понятно значение, как у нас, на основе чего формируется. Чистый цикл. 2013-2014 год у нас. Татнефть у нас. Посмотрели. Далее модель Дюпона. Модель банкротства Альтмана. Разбираем. Ну, насколько я знаю, даже такие файлы предлагается купить. Что вы купите, у вас все будет автоматически считаться. То есть, тут все мы со слушателями делаем на занятии. Естественно, я им помогаю. Модель Альтмана, Кадыкова, Лиса Тафлера. Ну, и в конце присваиваем итоговый рейтинг. Какой у нас будет рейтинг в Татнефти. Рейтинг КАМАЗа. Выбираем дополнительный ответ. И у нас там, в общем, все именно получается. То есть, вот это вот значение очень хорошо и очень красиво в общем работает. Самое замечательное, как просто можно добавить компанию. Ну, вот, к примеру, я возьму какой-нибудь листик дополнительный. Вот здесь расположу. И скажу, что это отчет, ну, например, там новый. Новый. Давайте семинар. Отчет семинар. Семинар. Скажу вот так вот. Это компания Семинар. Сем... Ну, давайте. Семанар. Семанар. За года сделаем 2003. 2004. Будет, ну, естественно, в долларах считаться. Ну, так. Вот так тут. И года у нас будет 2003, 2004 и 2005. И какие-нибудь циферки сделаем. Что здесь пускай будет единица. Здесь будет у нас двоечка. Здесь будет троечка. Ну, будем считать, что вы принесли этот результат. И мне нужно быстро его вставить в данную именно систему. Здесь будет пятерочка. Ну, и будем считать, что якобы все у нас нормально. Теперь вот для того, чтобы мне сделать так, чтобы этот отчет семинар появился именно вот здесь, достаточно ввести всего лишь одну строчку. Я захожу в список компаний и здесь пишу отчет семинар. Написал сюда, захожу в собственный оборотный капитал, начинаю щелкать. Вот у меня есть отчет семинар, который считается в долларах. Пятый, третий, четвертый, пятый год. Цифры у нас есть. Я могу посмотреть темпы роста. Я могу посмотреть, значит, ликвидность, рентабельность, финансовую устойчивость. Все значения у меня действительно здесь считаются. Кстати, даже обратите внимание, что на графиках мне пишут не 13 и 14, как я ввел, а именно, сейчас я посмотрю, где у нас был, третий, четвертый именно год. Ну, и вот действительно, давайте я вам покажу, как это можно сделать. Для этого используется такая вот первая укладочка именно отчет. И, точнее, есть список компаний. После того, когда у меня есть список компаний, на любой такой вкладочке имеется вот этих два переключателя. Вот эти два переключателя мы с вами проходили. Формат объекта, они ссылаются на ячейку B1. Содержимое этой ячейки скрыто. Вот здесь, ну, я сейчас вам покажу эту ячейку, чтобы вы увидели. Поэтому, щелкая по любому переключателю, вы изменяете именно значение. Здесь, например, то же самое, такая же ячейка идет. И я покажу ее вот здесь. Соответственно, переключая здесь, у вас именно происходит переключение вот этих вот значений. Что происходит дальше? Дальше в списке компаний приведены список отчетов, которые здесь у нас именно присутствуют. Указан номер строки и столбец, с которым нужно считать данное значение. Что получается следующее? Во-первых, есть такая функция адрес и ДВСЛ. Функция адрес, она производит следующее. Вы указываете номер строки. Вот я указал. Ну, давайте посмотрим, чтобы где у нас было темпы роста, как у нас получается. Значит, у нас есть темпы роста. У нас 15.054, ячейка B1. Соответственно, темпы роста. Вначале формируется адрес на данную ячейку. Адрес получается следующий. Номер строки 1. Номер столбца, там B у нас был, второй. Тип ссылки R1C, это тип ссылки A, точнее B1. Ну, А1. Далее у нас, точнее, тип ссылки это абсолютная. А1 единица. Ну, и имя листа берется именно отсюда. То есть, имя листа отсюда. В конце оно идет сюда. И в конце у нас формируется вот эта именно ссылка. Но ссылка получается мертвая. Потому что, если вы посмотрите, у нас написано К2, темпы роста, B1. Но, если вы на нее сошлетесь, она работать не будет. Для того, чтобы она жила. А жила, я использую функцию dvsl. И вот эта функция dvsl уже выдает то значение, которое у меня получилось. То есть, если я здесь что-то меняю. У меня 60. Здесь получается то же самое. Далее идет проверка. Если ошибка. Мало ли, там вот здесь ошибочка у нас была. То в этом случае, естественно, сразу подставляется ноль. Поэтому, когда я щелкаю по всем листикам, у меня автоматически меняется значение. И в конце, в списке компаний, формируются, изменяются вот эти значения. Щелчок вверх, перещелкивает на одну компанию выше. Идет суммирование. После этого, количество фирм у меня определяется. Здесь есть число строк в таблице равняется 5. Ну и остатки отделения показывают, что надо третью фирму мне действительно именно отобразить. Вот это как бы ключевое значение. Одно значение. И второе значение для второй отчета, который будет именно строиться. И который будет брать все вот эти именно данные. Если я теперь зайду на отчет, то у меня получается следующее. На этом отчете у меня есть следующее значение. Что тоже идет адрес от DWSL от адреса. И адрес определяется следующее. Имя листа у меня выбирается, давайте так, О1. Если я посмотрю О1, у меня вот здесь подставляется имя листа. А имя листа каким образом расписывается? Так, это Е1. Сейчас мы посмотрим. Здесь Е1. Значит, сейчас адрес строка столбец О1. О1 у нас идет. Список компаний. А, вот еще, смотрите. А, и вот здесь у нас, смотрите, вот у нас возникает. Если номер третий, то тогда по индексу мы берем третье значение. Раз, два, три. КамАЗ у нас сюда полностью пошел. Ну, с листа КамАЗ нам нужно действительно брать вот эти цифры, которые у нас есть. После этого в отчете, когда формируется адрес, мы указываем, что с одной стороны отчет КамАЗ берется, как мы определили. А номера строк и номера столбцов берутся равные тому, что есть в данном отчете. То есть, если у меня стоит вот здесь курсорчик, к примеру, я вижу, что это у меня 11 строка. Поэтому, когда я буду смотреть, у меня адрес показывается 11 строка именно сюда, 4 столбец. Раз, два, три, четыре. Поэтому, если я формулу буду копировать, 11 столбец заменится на 12, а строка там будет, например, в столбе 4 на 5, а строка будет изменяться. Но самое главное, что формула будет считаться. Поэтому, с одной стороны, формулу можно копировать. Формулу после того, когда вы... Вот даже сюда я их запишу. Видите, они... Ну, формат мой там нет. Видите, он полностью все изменяется. Но цифры именно у меня не меняются. При изменении значения у нас получился семонарм наш. Иду сюда, соответственно, в этом случае формируется вот этот отчет. И он является как бы промежуточным отчетом для всех таблиц. Далее, отсюда... Вот здесь я тоже кнопочки сделаю для проверки. Далее, отсюда формируется уже окончательный отчет. И этот отчет дублируется во всех значениях, которые действительно есть. Поэтому, щелкая вот так, вы можете хорошо автоматизировать именно работу предприятия. И посмотреть именно, как у вас происходит финансовый анализ. Ну и, например, посмотреть чистый цикл. Либо другие циклы, которые у вас есть. Время нашего семинара подошло к концу. Большое спасибо, уважаемые слушатели. Приглашаю вас на курсы Excel 2. На курсы Excel 3. Анализ и визуализация данных. Я многие вещи использовал здесь. Приглашаю на курсы основы управленческого учета и бюджетирования. На курсы анализ финансового состояния предприятия и организации бюджетного контроля в Microsoft Excel. Там вы не просто, а напрямую будете работать с этими файлами. Я думаю, что у вас ваше знание очень сильно получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!